Первые князья Полоцка, они были язычники. Первый полоцкий князь, который доподлинно был христианином, это, конечно же, князь Изослав, сын Рогнеды. В отличие от Новгорода, в отличие от Киева, в отличие даже от Турова, где действительно Владимир насаждал христианство огневым мечом, то есть заставлял людей силой оружия, чтобы они принимали купель, значит, хрестились, то в Полоцке таких данных мы не имеем. То есть в Полоцке христианство распространялось постепенно, и оно носило абсолютно мирный характер. Это отличает Полоцку от других центров Руси. Причем, скорее всего, что первые христиане сюда проникали еще до тех времен, когда Владимир крестил Русь. И этим обуславливается толерантное отношение к этой конфессии среди местного населения. И то, что Полоцкие князья удачно находили компромисс между древними верованиями и новой религией, подтверждает тот факт, что Всеслава называют во многих былинах не чародеем, а волх Всеславич. То есть человек, который рожден был от волхования, который наделен чудодейственной силой, и который, в общем-то, может влиять чуть ли не на время и расстояние, то есть перемещаясь с огромной скоростью через огромное расстояние. Но все это, скорее всего, связано с тем, что Всеслав проводил такую политику, которая, в общем-то, ненасильственным путем содействовала распространению христианства. То есть не было гвалта, не было примусса, что называется. То есть был спокойный процесс. Продолжение следует...